Михаил Казиник, музыкант, поэт, философ, режиссер драматичного театра в Стокгольме, эксперт и музыкант, ведущий Нобелевских концертов. Витаю вас. Здравствуйте. Михаил Семенович, можно очень долго перечислять ваши регалии. Это крупные общественные деятели, искусствовед, скрипач, пианист, профессор и так далее, и так далее, и так далее. Как вы сами, коротко и емко, можете сказать, кто вы и для чего вы в Харькове? Как я могу сказать, когда меня спрашивают, где я работаю, у меня для этого всегда во всех гастролях с собой маленький-маленький глобус. Я достаю и показываю, говорю, вот на этой планете. Это очень маленькая, очень хрупкая планета, и когда ее ощущаешь как крохотный и вместе с тем гигантский источник искусства, энергии, духа, то понимаешь, во-первых, какая значительная у нас планета, а во-вторых, какая ответственность лежит на тех людях, которые хотят, чтобы эта планета не потеряла свою духовность, в своей связи с космосом. Поэтому главная для меня задача в моей работе – это захватить как можно большее количество людей и увезти их от машины массового духовного уничтожения. Я знаю, что среди тысяч, миллионов людей должны быть огромный процент людей, которые случайно забрели не туда, которых зомбировали примитивные идеи, примитивные, скажем, школы, примитивные учебники, примитивные соседи. И вот когда мне удается отодрать, оттащить и сказать «посмотри на себя, ты же гениален, ты же уникален», то в этом высшая задача. Если мне удастся отодрать хотя бы несколько процентов населения разных стран, то я буду счастлив. А визит в Харьков, с одной стороны, это один из самых уникальных исторически-музыкальных и культурных городов планеты, а с другой стороны, мне безумно зная это, хочется напомнить людям о том, где они, что за воздух витает над ними, какие традиции пианизма, скрипачизма, какие традиции музыки, культуры здесь были. Вот это задача. А вы в Харькове впервые? А второй раз, первый был частный визит, в результате которого, вот, меня послушали, я неожиданно вышел на сцену и получил приглашение приехать сюда и начать серьезно, по-настоящему трогать этот город. Вы родились в Ленинграде, однако в начале 90-х, как раз когда распадался Советский Союз, вы уехали в Швецию. Чем вас Швеция привлекла и чем не устроил Советский Союз распадающийся? Ага, ответ будет интересным. Я никуда никогда не уезжал. Во-первых, у меня два гражданства, а во-вторых, со Швецией получилось очень смешно. Всю мою жизнь советскую, мне было не разрешено выезжать за границу. Я это знал, понимал, что в моем поле деятельности будет вот эта вот шестая часть Европы, шестая часть суши. Меня это при всем том устраивало, хотя очень хотелось увидеть мир, тот мир, который связан с искусством, но я понимал, что все бесполезно. Когда Горбачев шел к власти, выяснилось, что обо мне помнят, ждут и зовут многие страны выступать. Я поехал в Польшу, в Германию, первый раз в Швецию, второй раз в Швецию, в третий раз в Швецию. Когда я приехал в третий раз в Швецию, это был 91-й год, ко мне после выступления подошла женщина, которая секретарь Нобелевского комитета, и сказала, вы делаете потрясающие вещи. Вы умеете так говорить с нашей молодежью, они нас не слушают, вас они слушают. Давайте подпишем контракт. Я говорю, нет, не могу, не хочу. Первый раз вижу человека из Советского Союза, а помните, какой тогда был Советский Союз? С купонами, с талонами, с очередями, с сигаретными бунтами, с тем, что ты выезжаешь в другой город, чтобы купить колбасу, предъяви, пожалуйста, удостоверение о том, что ты живешь здесь, в соседнем квартале. И вот я приезжаю в Швецию и говорю, нет, нет, я не хочу у вас работать. Почему? А я говорю, знаете, там интересно сейчас, безумно интересно, самая интересная часть планеты, это вот тот Советский Союз. А у вас как в больнице. Скучно, чисто, красиво. Нет, говорю, не могу, не могу, не могу, у меня все запрограммировано. 19 августа утром, 91-го года, опять звонок. Вы по-прежнему не хотите подписать контракт? Нет, а что случилось? А вы включите телевизор. Я включаю телевизор, там танки, эти дикторы как под расстрельное стоят и говорят, Советский Союз будет верен своим обязательствам и так далее, и так далее. И тут я думаю, боже мой, опять-таки случилось, опять все на старые грабли, опять не будет этому конца, это неисправимо. Но самое страшное, у меня мысль сейчас, мне нужно позвонить, потому что в одном очень важном издательстве выходит моя книжка «Краткий курс научного антикоммунизма», где я написал всего 100 страничек, что хватит плакать, ничего не поделаешь, убитый, уничтоженный, гулагом, разорванный, расстрелянный, взорванный церкви, уничтожена, но есть шанс, давайте попробуем посмеяться над тем, куда нас занесло. Вот само название книги «Краткий курс научного антикоммунизма». То есть как выходить из этого состояния. Я написал смешную книжку. Книжка была одобрена, подписана, как замечательная многим учеными, там были такие подписи потрясающие. И книжка из нас сразу, тиражом полмиллиона. Я звоню туда, потому что сегодня должна была выйти она из печати. Мне говорят, вы когда-нибудь видели, как горит полмиллиона книг? Сожгли? Да, сожгли. Прямо вытащили из типографии и сожгли. И тут мне опять звонят, после этого звонит это из комитета Нобелевского, говорит, вы по-прежнему не хотите подписать контракт? Ну вот такого уже, конечно, сожгли. Я рассерженный, разозленный. Говорю, езжайте, подпишу. Подписал. Потом думаю... И не жалеете? Нет. И знаете почему? Не жалею потому, что за все годы жизни в Советском Союзе, сколько бы я ни делал, чего бы я ни делал, все равно надо мной были партии, правительство и КГБ. Они решали, кто я и что я. Вокруг меня там всевозможные леч комиссии, титулы, кормушки. А я делал свое дело для тысяч людей, для миллионов. И это было мое дело. Оно не примечалось никак, не отмечалось. Лишь когда я оказался на Западе, я получил все, что может получить человек моего уровня на Западе. Но не жалею по другой причине. Не жалею потому, что Запад для меня, это как бы моя вот скорлупа. То есть я вылезу сюда, выступаю, потрясение зала, а потом какой-нибудь чиновник. Не надо нам этого. Ну в России, например, да? И не надо, и не будет, потому что эта толпа еще не демократическая, и она не решает ничего, решает Иван Иванович Петров, чиновник. Но вот у меня тогда есть моя душина. Я уже к себе. Я там на ужин принят. Я начинаю свои концерты в Дании, потому что я работаю в высшей школе бизнеса, не в Швеции, а в Скандинавии. Это значит все четыре страны. Я провожу высшие вообще курсы специальные, специальные семинары по культуре и искусству. И у меня сидят, как школьники, самые замечательные, знаменитые шефы крупнейших фирм и предприятий, таких как Фортум, электронная промышленность, Эриксон или Вольво. Они как ученики сидят, и мы идем через искусство, через культуру. Поэтому я не жалею. Я узнал еще языки, еще культуру. Я говорю на шведском, владею датским, норвежским. Меня понимают в этих трех странах. Нет, я не могу сказать, что я жалею. Но я душой-то все равно здесь, у себя. Ну вот сегодня вы были в Харькове в Академии городского хозяйства. Там ваши слушатели были студенты. Насколько они вас хорошо приняли? Насколько? Вы знаете, вот... Они были так же, как вот эти бизнесмены знаменитые зарубежные, с воодушевлением все воспринимали, или с тоской немножко? Они были замечательными, не только не с тоской. Они были такими, замечательными, какими положено быть украинской молодежи, эмоциональной, темпераментной, живущей в Европе, для которой вдруг неожиданно открываются эти все ценности. Счастья, потрясения. Вот, смотрите, вот же. Вот это то, что я получил на сцену. Сегодня в качестве писем и отзывов. Вот даже посмотрим, посмотрим. Сейчас здесь просто будет впечатление. Смотрите. Энергетический поток, который вы несете, это просто чудо. Музыка творит чудеса. Она воссоединяет людей. И эту смету логики и чувств, мысли и эмоций. Нет ничего на свете лучше. Любой бальзам бессилен против этого. Приезжайте, просвещайте, ведь во времена Баха уличный музыкант был более сведущий, просвещен, чем сегодняшние профессора. Он жил в ином мире. Без этого душевного состояния невозможно просто жить. Или вот смотрите. Чисто и светло. Я плакала, как плачут в храме. Спасибо. Вы горите Божьим огнем. Да благословит вас Господь. Сейте свое зерно. Не только в хорошую почву, но и в плохую. Оно прорастет рано или поздно и так далее, и так далее. Смотрите. Вы гениальны, это правда. Спасибо вам за все и вся. Поймите нас. Нам это надо. Ведь гениальность это я. Нам очень нужно ваше выступление. Все выступления. Они изменили взгляды на все. На мир, на жизнь, на классическую музыку. Вот имена студенты. Первый курс, второй курс. Вот что вы с такого сделали, что прям такая реакция возникла? Сейчас скажу. Попробую в несколько, в очень короткой передаче. Я убежден, что человек по своей природе гениален. Он рожден гениальным. Он как сгусток космической энергии. Не случайно у нас все тело это золотые сечения. То есть мы построены так, как по нашему образцу строили Нотр-Дам-де-Пари. Наша планета Земля, если не считать Плутона, в зоне золотого сечения Солнечной системы. Все величайшие мелодии, величайшие стихи написаны по закону золотого сечения, золотой пропорции. Все искусство, культура исходит из единого энергетического центра. И человек, рожденный на Земле, это как вспышка сверхновой. Это как новая галактика. Он готов, он с собой может взять с собой своего Баха космического, своего Моцарта. Но попадая в земные условия, он зомбируется. Продавцы расскажут ему, как ему нужно себя вести, что ему нужно покупать. И человек, одинокий, слабый, подчиняется масс-медийной системе. Включается в этот ужасный конвертный поток, для того, чтобы не вылезал, для того, чтобы можно было им управлять. Моя задача, посмотреть ему в глаза и сказать, послушай, ты же не такой. Я тебе сейчас расскажу, как тебя обманули. Послушай, ведь все наоборот, все не так. Смотри, какая мелочь. Начинаем с мелочи, мелочи. Ага, вот оно как, вот оно как. И вдруг, незаметно, поднимаемся в такой уровень, в котором уже человек вдруг открывается. У него глаза огромные, у него мозг наливается, работает. Идет колоссальный созвездие, там, движение планет, сердца. Все, он открывается, пусть на короткое еще время первый раз. Потом он выйдет в мир. Ну вот, я уже успел прочитать около сотни писем. И вот пишут переворот, переворот сознания. И храни вас Господь. Вдруг они вспоминают, эти современные студенты, студентки в коротких югах. Вдруг вспоминают религию, Бога. Храни вас Господь. Вы оттуда, вот вы, посмотрите, тут восклицательные знаки, какие-то огромные буквы, какие-то попытки. Я в ваш холл, в ваше состояние. Я чувствую это непрерывное самосовершенствие. Я знаю, что я выйду из этого зала уже не таким, каким был прежде. То есть, вот, вот, представляете, это не просто так. У них в этот момент открывается вот это светлое пятно сознания. Что вы делаете? Играете на скрипке, потом что-то говорите, потом опять играете. Опять что-то говорите. Из чего состоит ваше выступление? А, видите, все-таки на нем надо побывать. Это выступление ставит в свою цель создание энергетической волны между слушателем и произведением искусства. Все несчастье наше, что великая музыка, великое искусство не настигает нас, как приемники. Вот, представьте себе простую вещь. Перед вами радиоприемник. Вы хотите узнать упажную информацию. Вы крутите ручку радиоприемника и попадаете на разные волны. Вам на самом деле говорят уже информацию на китайском языке, на японском, на французском. Вдруг раз, вы ее ловите на украинском. Это ваша волна. Ага, вот она. Вы даже не догадываетесь, что вам очень интересно уже ее сказали. Но ваш мозг настроен на волну украинского языка. Поэтому вы дожидаетесь украинского языка. То же самое с произведением искусства. Я то, что я делаю своими эмоциями, мыслями, я незаметно настраиваю ручки приемников. Человек – это приемник. И нахожу ту волну, в котором зазвучит музыка, когда человек его мгновенно поймет и воспримет. Потому что восприятие произведения искусства – не знание, не школьное обучение. Произведение искусства – это вообще не предмет. Музыка в школе – это не предмет, это не урок. Это явление творческое. Понимаете, в этом ошибка часто педагогов. Начинаем урок музыки. Это неправда, это не урок. Музыка не поддается определенным, постоянным идеям педагогики от простого к сложному. Во временном развитии это неправда. Можно начинать с самого сложного Шостаковича, а закончить самым легким полонезом Магинского. Это совершенно неважно. В искусстве нет времени. Нет движения от простого к сложному. Потому что искусство пещерное и искусство Пикассо находятся на одном и том же великом порнодавательном уровне. И вот моя задача, моя идея – включить все поры, все центры восприятия. В Швеции вас называют даже врачом-врачей, потому что вы с помощью музыки даже придумали, как лечить. Это называется музыкотерапия, если можно было. Не только это, да. С одной стороны я занимаюсь музыкотерапией, а с другой я провожу огромнейшие конференции врачей, европейских врачей. Каждый год мы собираемся на Готланде, на этом сказочном острове, в так называемом замке огромном. И я провожу конференции о музыке, которая не только терапия для больных, но и терапия для самих врачей. Потому что у меня есть такой девиз о том, что врач – это представитель единственной профессии, которому на вопрос «как дела?» отвечают «плохо». Вы встречаете друга и говорите «как дела?» Он говорит «отлично, хорошо, все хорошо, даже если не все хорошо». Ну что он вам будет сейчас рассказывать все свои беды? В основном «хорошо», «все хорошо». По-шведски вообще нужно сказать «баро-бро», «только хорошо», сугубо хорошо. Потому что если вы по-шведски скажете «хорошо», без слова «только», то ваш друг говорит «а что такое, что случилось?» Что-то случилось. Конечно. И вот вдруг врач. А что такое слово? Это энергия. Два шведа, два американца встречаются, все, окей, окей, улыбнулись белозой, улыбкой, дали друг другу свою радостную энергию и пошли дальше. Вот же цель – обменяться положительными энергиями. В Швеции то же самое. «Баро-бро», «только хорошо», «и у тебя, и у тебя, и у меня все хорошо». Один идет умирать, там, другой в тюрьму садится за растрату, например. Понимаете, а врач, он обрек себя на энергию негативного слова. Как дела? «Плохо, доктор», «ой, плохо, я сейчас умираю у меня», и так далее, и так далее. Так вот, доктору нужно освобождаться. Вдумайтесь в одну простую вещь. Мы очень любим свои компьютеры, и мы очень бережем их от вирусов, от троянских программ. У нас кашперские, как кашперские, один, два, три, четыре, пять, шесть действуют. Мы все время усовершенствуем систему, да? А голова, мозг, в которой забить троянскими программами, забить вирусами мерзкими, все время включили на три минуты какой-нибудь канал телевизора, и вам туда, хоп, троянскую программу. И вы потом спать не можете от возмущения. Вот так говорить, как будто телевидение и средства массовой информации – такое какое-то вселенское зло. Постоянно что-то навязывают. Они могут быть злом, могут быть добром. Если честно говорить, конечно, глупо говорить об этом, выступая в программе телевидения, но я хотел бы вам сказать, что в принципе телевидение должно быть, телевизор стоит не в общей главной комнате, а в небольшой комнатке. Если у человека такой вот боковой, есть потребность что-то увидеть, вот он заходит туда, уединяется на 15-20 минут, смотрит ту программу, которая ему интересна, потом идет назад домой под круглый абажур и читает стихи. И слушает стихи от членов своей семьи. Потому что мое детство прошло за круглым столом. А круглый стол – это круг святой. И вот когда-то все садились и общались друг с другом. Вот так. А теперь столы распластались перед его величеством – телевизором. Телевизор сам по себе – это великое достижение цивилизации. И программы могут быть замечательными. Но ужас в том, что телевизор в данных сегодняшних политических условиях – не Украина только, а всего мира. Это способ внедрить чужое сознание, чужую энергию, чужую идею. Сказать человеку, так, мой родной, мой хороший, слушай внимательно, вот я тебе даже покажу иллюстрации, и вообще заставлю тебя до 30 минут слушать, как сумасшедшего. И ты даже не представляешь себе, что я с тобой сделаю. По сути, вы то же самое делаете. Пытаетесь внедрить в ваших слушателей какую-то вашу идею. И, может быть, это кто-то тоже воспринимает как зомбирование? Обязательно кто-то. И даже враг культуру скажет, что он зомбирует, он хочет, чтобы мы были культурными людьми, чтобы мы слушали Моцарта и Баха, негодяи, вместо того, чтобы слушать песню «Полюби меня» такой «Кака, я, я есть». Вместо того, чтобы есть каку постоянно, он всё время говорит о каком-то дурацком Бахе. И Шекспире, которое я должен понять, это зомбирование с чистейшей воды. Да ещё и Шевченко не забыть почитать стихи – это уж совсем гроб. А как Бах и Моцарт вообще могут вылечить какие-то болезни? Это же не физиология. Сейчас скажу. Большая часть болезней – это не физиология. Большая часть болезней, вы, наверное, это хорошо знаете, идёт от нервной системы. Большая часть, 90% всех заболеваний – это от одиночества, от депрессии, от непонимания, от неверия в свои силы, от усталости, от слабости, от отсутствия любви, от отсутствия дружбы и так далее. Это всё слагаемые болезни. Когда человек активен, силён, мужественен, его понимают, его любят, у него вот идёт движение, он редко болеет. Ну, просто живо. Но они излечимые болезни, наследственные и так далее. Знаете, давайте будем говорить о казусах, об определённых моментах. Наследственным может быть и дальтонизм, человек не видит цветов. Ну, что делать? Может быть, в какой-то степени эстетическая глухота. Ну, вот не понимает человек, не чувствует этого. Ну, что делать? Был такой отец кибернетики Норберт Виннер. Он не понимал никакой музыки. Он говорил, нет музыки, есть больше шум и меньше шум. Ну, что его теперь выбросить из-за этого? Нет, он великий учёный. Такое тоже бывает. Но моя задача-то какая сегодня? При помощи искусства. Почему Бах и Моцарт лечат? Да потому что Бах – это конденсатор космической энергии. Баховская музыка направлена сверху вниз, как очищающая струя небесная, как дождь, как радуга, как солнечные эти блики. А Моцартовская, например, музыка рождается, как корневая система. Из-под земли растёт, поднимается, прорывает вот эту верхнюю слой, да, и раскрывается лепестками, бутонами. Вот они встречаются. Баховская сверху вниз, Моцартовская снизу вверх. И создаёт защитный фон здесь. Потрясающий фон жизни. А рок, рок-н-ролл, дэнс и так далее. А это очень хорошая музыка для, как сказать, для вот этого земного тела, для того, чтобы размять мышцы, чтобы они не закостенели, для того, чтобы немножко постучать себе по мозгам. Почему бы нет? Там тоже кровообращение усиливается. Почему бы нет? Музыке не бывает плохой. Вообще не бывает плохого, кроме коммунизма и фашизма. Всё, в общем-то, так иначе терпимо. Но речь идёт совсем о другом. Речь идёт о разных функциях музыки. Задача попсы – снять напряжение, развлечь, отвлечь, потанцевать, вызвать дополнительный прибыток сексуальной энергии или уменьшить. Я не знаю, в зависимости от того, что классическая музыкальная культура – это тот фундамент, на котором возрастает человеческая космическая энергия. Это же ясно. В чём смысл классики? В том, что со времён Баха сменилось несколько миллионов популярных песен. Пришли и ушли, пришли и ушли. И сегодня тоже. Но Бах остаётся. Такую музыку мы называем классической. Значит, она говорит о восходах и закатах, о нашем космическом происхождении. А песен, господи, если бы знали, как сходила с ума вся советская страна в 60-е годы по песне «Чёрный кот». Да, помню такую песню. Да. Видите, вся страна пела во всех дворах, а все великие музыканты морщились и говорили, какой ужас. А это были первые рок-интонации, которые проникли на эту мрачную советскую территорию, в которой было нельзя. Да, Ленин слушал Апасианату, и вы слушаете, вы же ленинцы и так далее. И вот понимаете, что получается? Вот проникла весёлая песня по семье. Любовь была к этой песне безумная. Её же только ленивый не пел меньше пяти раз в день или не слушал. Да кругом «Чёрный кот». Ещё «Ландыши» потом. Да, «Ландыши», до этого были «Ландыши». А, до этого. «Ландыши» — это было сумасшествие, прекрасно всё. «Ландыши, ландыши» и «Светла Умая, привет». Где они все? Казус. Кто-то вспомнит. Вот дедушка пел. На радио каком-нибудь «Ландыши» крутят. А лунная соната Бетхоина по-прежнему существует. Но на радио её не крутят. Ну зачем? Она есть у всех нормальных людей дома в фонотеках. Ну как же, в концерте по заявкам дело не в том, крутят ли её или нет. Она сегодня на планете Земля звучит примерно в 10 тысячах мест. Вот сейчас. Понимаете? Независимо от того, хотите бы этого или нет. Понимаете, Алла Пугачёва звучит в своей стране. Налаживается связь с космосом. Да, конечно же. Через это налаживается. Михаил Семёнович, вас часто называют гуру от культуры, человеком-легендой, апостолом музыки. Это из-за того, что вы какие-то коды находите в музыке или из-за чего-то ещё? Наверное, из-за этого тоже. Потому что мне всегда очень везёт. Это как код да Винчи своеобразный. Это своего рода код. Потому что во всём искусстве, в культуре, в музыке, в поэзии заключены серьёзные коды. Понимаете, очень серьёзные коды. И если эти коды суметь раскрыть слушателям, то немедленно открываются потоки сознания, потоки восприятия. Музыка и слушатель встречают друг друга, и наступает невероятный поток энергии и силы. Вот простейший пример. Лунная соната. Беру пример музыки всем известной. И вот люди, которые не знают, в чём дело, сидят и говорят, да, я как будто бы нахожусь в лунном свете. То есть начинают примитивизировать музыку и превращать её в какой-то лунный пейзаж. На самом деле, надо узнать одну простую вещь. Что Бетховен не называл эту сонату лунной. И после его смерти, так назвал её музыковед и поэт Рейльштаб. Назвал её лунной из-за первой части. А Бетховен, на самом деле, назвал её сонатой как бы фантазией. И мы знаем одну вещь. Что Бетховен написал её вместо самоубийства. Потому что, когда Джульетта Гвичарди, его первая великая любовь, сказала ему нет. Он решил повеситься и покончить жизнь самоубийством. Он всё подготовил. И в этот момент, называйте-то как хотите, божественным, космическим, в его голову начала входить эта музыка. То, что потом назвали лунной сонатой. И он остановился, верёвку не надеял на шею. И вдруг стал писать, выписывать эту музыку. А когда закончил, понял. Он не имеет права решать свою судьбу сам. Не ему дано это тело, которое проводник энергии. И что же он написал? Да не лунную сонату он написал. Он написал музыку, в которой впервые в истории человечества главная тема. Там-па-пам-пам. Это траурный марш, в котором хоронится любовь, а не тело. Это уникальнейшее траурное шествие потерянной любви. И совсем другое восприятие. Ваше выступление очень похоже на выступление всевозможных проповедников, которых сейчас очень много. И кто-то, может быть, даже вас как сектанта может воспринять. Да, действительно, это высшее сектанство. В руках какой-то секты принадлежит. Высшее сектанство, говорить о ценности Бетховена, Шекспира, Моцарта. По крайней мере, ваша похожая у вас какая-то такая вот методика. Знаете, мы дошли до того, что... И там, и там влияет на сознание. Но вы, наверное, в положительном виде. Вы знаете, мы дошли до того, что уже разговор в лучших традициях игры в бисер великого Германа Гессе, в лучших традициях русской и украинской интеллигенции 19-го, 19-го, начало 20-го века, сам разговор уже воспринимается сектанством в этом поле сплошной попсы и массовых задействований, и массовых зомбирований. Это не сектанство. Это живая речь, живая музыка. Не зомбированная, не электрифицированная, не надуманная, не внедрённая в подсознание на уровне «Полюби меня такой, как, а я, я есть». Понимаете, а на уровне высшего, поэтического. Если мы говорим о том, что вот эта вот линия, а это золотое сечение в районе пульса, и я начинаю читать, нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся, то я знаю, что слово будет в районе золотого сечения утючего. Если я пишу «Камосква, как много в этом звуке для сердца русского слилось», да, то сердце попадает опять на пульс, на золотое сечение. То есть всё творчество, всё подлинное искусство, оно связано с космическим числом, с космической цифрой. Оно связано с невероятными пропорциями единого культурного поля. Всем беременным женщинам Вы рекомендуете слушать классическую музыку? С каких пор, когда ребёнок только появился на свет или до того? С момента шевеления плода это должно быть уже обязательно. Причём не просто классическую, а слушать прежде всего я рекомендую музыку Моцарта и музыку барокко. Ребёнок сам, каждый день причём, ребёнок сам выберет себе мелодию для рождения. Мама с ребёнком вместе ощущают. У меня есть целый ряд мелодий по экспериментам, которые выбирали мамы. И эти мелодии подходили. Когда ребёнок рождается и попадает в чужой мир, где всё чужое, он начинает кричать, начинает дышать, а потом продолжает кричать, потому что уж больно велика травма чужой мир. Внутри у мамы было хорошо, космонавтик такой чудесный, и бассейн там есть, и место для бокса, и всё. И вдруг выходит и свет, и жарко, и холодно, и чудовище вокруг. И он кричит, бедный маленький, всё чужое. И вдруг нажимается кнопка той музыки в роддоме, которую он слышал эти месяцы. И он успокаивается и думает, чего я кричал? Это же тот же мир, это Моцарт. И ребёнок моцартовский. Он встречается и жмёт руку Моцарту при входе в этот мир. Это планета Моцарта. Что бы там ни говорили попсовики. Вы говорите, что и развитие бизнеса невозможно без музыки. Так это что, когда приглашаете какого-нибудь клиента или вашего сотрудника, обязательно нужно при этом музыку классическую включать? Нет, это всё сложнее. Как развить бизнес с помощью классической музыки? Вы знаете, я уже проводил такие эксперименты. Один очень крупный бизнесмен, приличный бизнесмен, всё хотел связи с немецким бизнесменом. Он ему писал, когда вот давай встретимся, ну у тебя, у меня, где хочешь. И тот ему написал, к сожалению, нет времени и так далее, и так далее. Тогда я ему посоветовал. Напиши такую вот бумагу, что если мы планируем встречу, то пожалуйста распланируйте встречу, когда в оперном театре вашего города будет идти моя любимая опера Вагнера, Нюрнбергские мейстерзингеры. Посмотрите, пожалуйста, программу. Он через три дня получил ответ. Нюрнбергские мейстерзингеры, 28 сентября, наша встреча с 27 по 29, 28 мы в опере. Что он понял? Что это не мафиози, не примитив, не какой-то опять очередной славянский горлохват из бывшего мафиозного советского государства, а что это человек, который хочет приноровить свой приезд к опере Вагнера. Он сразу понял, что за этим стоит гигантская культура. Но мы его обманули. Но, чтобы не обмануть, нам пришлось с ним заниматься исследованием музыки Вагнера. Я сказал, потому что обманывать я ненавижу. Поэтому он стал таким поклонником Вагнера, не говоря о том, что у него развивается бизнес теперь с этим немцем. Понимаете, как интересно. Напишите письмо западному бизнесмену и попросите расписание спектаклей оперного театра. Вы посмотрите, какой будет ответ. Другой момент. Нет, дело не в этом. Дело не в том, что бизнесменам нужно слушать классическую музыку. Хотя и в этом. Дело в том, что мозг воспринимает классическую музыку, как подлинное питание. Бизнесмен, у которого постоянно мозг развивается неравномерно, потому что одна доля, он дает это в другую долю. Он уравнивает две половинки мозга, да, две дольки мозга. Он создает определенный положительный баланс в своем мышлении. Но самое главное другое. Дело в том, что в музыке скрыты величайшие бизнесовые и математические формулы жизни на Земле. Вот простейшим приведу вам пример. Если я вам задам вопрос, вот сейчас провокационный, очень провокационный. Кто доминирующий герой сказки «Красная шапочка»? Что вы мне ответите? Волк. Волк. Так отвечает большинство. А ведь неправда. Доминирующий герой. Бабушка, да. Бабушка, да. Молодец. Очень быстро рассказал. Бабушка. Бабушка – это доминанта всего рассказа. Если нет бабушки, не нужно никуда идти. Если нет бабушки, не важен цвет шапочки. Не вышла бы шапочка. Не выйдет волка никакого. Волк появится при реализации проекта. Бабушка называется «побочная партия», потому что она в стороне живет. Она как бы не главная. Главная – красная шапочка. А бабушка доминирующая. Весь смысл развития сонатной формы в музыке – это то, что главная партия по связующей идет в доминанту. Таким образом, после того, как начинается этот путь, начинается разработка. Появляется волк. Нужно победить волка. Так вот, представьте себе, что это одна из формул научного мышления. Если побочная партия не доминирует, нельзя разработать. А это уже бизнес. А правда, что вы автор таких сокращенных имен, как Владипут, Владимир Путин? Нет, нет, это не обо мне. Это мой однофамилец. Однофамилец, да? Он влезает, когда набирают Михаил Казиник. И все время в интернете... Да, 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 в интернете есть еще один Михаил Казиник. Он там такой немножко такой интересный человек. Он рекламный какой-то деятель. Так что смотрите, не перепутайте. Даже в Википедии и то одна сноска есть на Михаила Казиника, не на меня. А у вас есть такой забавный случай. Вам приходилось соревноваться с сексологом за внимание аудитории. Что это было? Да, но это целая история. Если у вас есть... Ну, коротко, если можно. Ну, коротко, я приехал в Ярославль. У меня было 17 городов бывшего Советского Союза, где стояли ночные очереди на мои концерты, где я давал по 5 потоков, 5 вечеров подряд. Люди покупали билеты на 5 вечеров. Каждый вечер был неповторим. Два потока шло в 5 и в 7.30. И вот как-то приезжает из Ярославля, в городе, в котором у меня ничего не было. Говорит, мы хотим тоже. Тогда я им даю единственное время, которое у меня тогда было перед самым Новым Годом, 25-26 декабря, когда все приличные люди дома, елку наряжают. А вот я поперся со своим пианистом в Ярославль. Говорит, мы хотим сделать то же самое. И вот приехали, и нас встречают. Говорит, Михаил Семенович, должны вас огорчить. Ни университета, у вас не будет ничего. У них сейчас сессия, подготовка, зачеты. Сегодня у вас выходной, завтра выходной, а послезавтра ЛТП номер один. Это лечебно-трудовой профилактуре. Это место принудительного лечения алкоголиков. Вот, послезавтра ЛТП номер два. Я бормочу что-то, что, в общем-то, я ничего не имею против того, что какой-нибудь алкоголик, наслушавшись, Моцарта перестанет пить. Но, может быть, все-таки болезнь проще предотвратить. Может быть, кого-нибудь еще, кто не стал алкоголиком, попробует. Нет, ничего не получится, студенты. И вдруг он мне звонит, поздно вечером. И говорит, Михаил Семенович, поздравляю вас, у вас будет университет завтра. Я говорю, как так? Только что не было, и вдруг за вечер появился. А вот работаем. Я говорю, ну-ка, давайте мне правду. Что-то случилось такое, вдруг будет. И он мне объясняет, у нас перестройка. И завтра в пять часов вечера в Большом зале университета будет выступление сексолога. Это 1990 год, перестройка. Тема называется, слушайте внимательно, техника сексуальных отношений. Публичная лекция. Он говорит, так вот, мы туда вас пригласим и скажем, а вот вместо сексолога будет Михаил Семенович Козинник. Я говорю, я никуда не поеду. Михаил Семенович, вы просили университет, я вам даю шанс. Я звоню утром, пять часов утра, своему пианисту в номер. Говорю, поднимайся. Сейчас идем в театральный институт клакеров зарабатывать. Сейчас будем выступать. Там ректор, артист, а не какой-нибудь там администратор. Мы сейчас снимем всех студентов занятия, они у нас вечером будут в университете. Заработали, пришли, друзей привели. И вот пол, две трети зала университетских сидит. Отовсюду пришли, ни сессия не помешала, ничего. Техника сексуальных отношений. А я спрашиваю у сексолога, вы как, на пальцах будете показывать технику? Или на слайдах? Он говорит, ну что, вы шутите? Какие пальцы, какие слайды? Значит, перестройка еще не зашла так далеко. Ага. Ну и вот вдруг выходит ректор и говорит, что, товарищи студенты, у нас такая накладка, у нас замечательный, приехал Михаил Семенович Казиник, вот давайте ему дадим слово. Заработал, какой Казиник? Сексолога давай, и так далее, и так далее. В общем, началась страшная катастрофа, страшная буря. Начинают не кричать сексолога, потом, значит, говорит, давайте голосовать. Мы дадим сейчас 10 минут Казинику, а 10 минут сексологу, и вы сами выберете. Короче говоря, дают мне 10 минут. Я говорю, 10 минут, 15, уже 20, народ, никого, все, уже слушают. Вдруг сексолог кричит, его 10 минут давно прошли, и в чем дело? И мы говорим, давайте мы вас действительно завтра послушаем. Он говорит, я никогда в университет не приеду, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, значит, тогда начинается шум страшный. С одной стороны, театральная студент, интеллигенция пришла, с другой стороны, эти, которые технику хотят, сексуальных отношений. И вдруг проектор говорит, знаете что, давайте сделаем так, у нас есть второй зал в новом корпусе, давайте все, кто хотят на Казиник, сейчас перейдут в тот зал, а те, кто хотят на сексуолога, останутся здесь. И вот треть зала поднимается вместе с профессурой, и все, и с артистами приходит другой корпус. И вот там у них через час вся техника сексуальная кончилась. То есть они такие разочарованные вышли, а что им больше, чем то, что они в общежитии успели усыдать, расскажет сексолог. Это вообще сексолог у них поучиться должен, как в условиях крайней опасности вступать вообще в интимные контакты. И у нас три часа общения, потрясающе совершенно... В общем, все удалось, понятно, у нас тоже время уже заканчивается. Выдавитесь программу «Видзеркаленья», а зараз мы маем опитбыты пиццунки, да поставите крапку в нашей розмове. Итак, подведем итог. Завтра у вас встреча в 13 часов в Медуниверситете, в 13.30 в Юридической Академии, послезавтра уже. Там что планируется? Там планируется вот такая встреча, кстати, именно как с медиками, вот в таком стиле. А почему вот именно с медиками, с юристами вы встречаетесь, а не с студентами консерватории или Института искусства, или Университета Каразина? Или там, вы считаете, и так культуры хватает? Нет, нет, это совсем другой вопрос. Это намного сложнее. Со студентами консерватории, Института искусств я бы встретился, чтобы рассказать им о музыкальном маркетинге. Потому что я единственный на сегодняшний день человек, который обладает способностью в любой стране мира собрать полный зал даже неподготовленных слушателей, которые будут потрясены музыкой. То есть на мои концерты со скрипкой могут прийти люди, которые на концерт другого скрипача, просто скрипача не придут. Потому что у них совершенно другое ощущение. У меня другой жанр, свой жанр концерта, который не будет особо приветствоваться в консерватории, потому что ведь это же трагедия нынешняя постсоветская консерватория. Но каждый год они выпускают по 200 музыкантов. И куда их девать? Ну вот вдумайтесь, выпущут опять 20 скрипачей, опять 70 пианистов. Куда они их денут, если в городе не будет настоящей работы музыкального воспитания, если не будет людей, которые готовы купить этот товар? Представляете, какая трагедия? Консерватория, как в старые советские времена, выпускает продукции, которая практически все меньше и меньше нужна. Я бы мог что сделать в консерватории? Рассказать им, друзья, я вас научу преподносить, грубо говоря, продавать вашу музыку, потому что там потрясающие вещи. Научитесь. Пока еще не хотят. Не пришло время. Ясно. Что вы хотите сказать хальковчанам в завершении программы? Хальковчане? Выйдя каждый раз на улицу, подышите воздухом своего города и вспомните, что этим воздухом дышали величайшие музыканты, пианисты, скрипачи, удивительные люди, что ваш город один из самых уникальных исторически-культурных центров не только Украины, не только Советского Союза когдашнего мира. Это один из городов с такими традициями. Вот просто вдыхайте воздух и скажите, я дышу этим воздухом, я буду дышать этой музыкой, я буду дышать этой культурой. Я не поддамся до провокации толпы и этого самого транспортера, который движется и заставляет меня делать одинаковое монотонное движение. Я часть неба, я часть энергии космоса. Я раб, я царь, я червь, я бог. Как державин, когда ты сказал. Дякую, что приехали до нас из далекою Швеции. До побачення. До побачення. Ви дивились программу «Видзеркалення». Сьогодні гостем студии був Михаил Казинник, музыкант, поет, философ, режисер драматичного театра в Стокгольме, и эксперт, ведущий Нобелевских концертов. До побачення. До побачення. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова